Привет, с вами Сергей Кулеш, и сегодня я расскажу вам о 13-дюймовом ультрабуке ASUS ZenBook Prime UX31A. По сравнению с предшественником, новинка получила свежую аппаратную платформу Intel Ivy Bridge, ожидаемую многими подсветкой клавиатуры, но самое главное, качественную IPS-матрицу с Full HD разрешением. Ультрабук ASUS UX31A поставляется в премиум-упаковке с расширенной комплектацией, указывающей на наличие графитовой, бронзовой и розовой версии оформления. Владелец новинки получит чехол-конверт с клапаном на магнитной застежке и практически такой же, только очень маленький конвертик с двумя полезными аксессуарами. Первый позволит подключить к ультрабуку монитор с D-Sub входом, второй обеспечит доступ к проводной локальной сети с помощью адаптера USB RJ45. Зарядное устройство существенно переработано, теперь это глянцевый дизайнерский параллелепипец с округленными углами и съемной складывающейся вилкой. Длинный несъемный провод заканчивается пластиковым коннектором с боковым разъемом и двухсторонним индикатором питания, оранжевым во время заряда и зеленым по его окончанию. По сравнению с предыдущей моделью, дизайн Zenbook Prime абсолютно не изменился. Отличить их друг от друга можно только по клавиатуре разного цвета. Полностью алюминиевый корпус ультрабука по-прежнему выраженно заострен. Внешняя часть крышки стального оттенка украшена концентрическими кругами, оригинально бликующими под определенным углом. Металлическое днище содержит зону перфорации задней части и два отверстия для акустики по бокам. По всему периметру основы корпуса проходит линия стыка с топ-кейсом, которая представляет собой одно целое с боковинами. На передней и задней гранях ультрабука разъемов нет. На левой боковине расположены картридер, гнездо для наушников и порт USB 3.0. На правой индикатор активности, разъемы micro HDMI и mini VGA, а также второй порт USB 3.0 и гнездо зарядного устройства. Благодаря небольшому козырьку крышка ультрабука легко открывается одной рукой, основа корпуса при этом остается на столе. В P-образное отверстие полочного шарнира интегрирован радиатор системы охлаждения. Окантовка экрана и клавиш выполнены из пластика кофейного цвета. Рабочая панель из светлого алюминия с матовой отделкой. Тачпад без выделенных клавиш отличается непривычно крупными для Windows моделей размерами. Он поддерживает широкий набор жестов и довольно удобен в работе. Раскладка островной клавиатуры осталась прежней, при этом сама клавиатура получила долгожданную подсветку. Ее уровень можно отрегулировать вручную в пределах трех градаций, или же поручить эту работу датчику освещенности, который автоматически включит подсветку клавиш, как только вы приступите к работе в темном помещении. Asus UX31 – один из первых ультрабуков, основанных на свежайшей аппаратной платформе Intel Ivy Bridge. Как и положено на настоящем ультрабуку, он комплектуется исключительно SSD. Но настоящей жемчужиной коллекции выступает, естественно, IPS-экран. Настолько качественной матрицы мы не видели уже очень давно. Для начала немного сухой статистики. 13-дюймовая IPS-матрица ультрабука обладает разрешением в 1920 на 1080 точек. Диапазон регулировки яркости составляет от 30 до почти 300 кандел на метр квадратный. Кроме ручной регулировки доступна и автоматическая на основе данных датчика освещенности. Однако все эти цифры не передают того впечатления, которое вы получаете при работе с IPS-матрицей. Понятие рабочий угол наклона для нее просто не существует. Изображение остается одинаково качественным при любом положении крышки. Благодаря матовой поверхности и высокой максимальной яркости с этим экраном можно без проблем работать в солнечный день. Отдельного упоминания заслуживает цветовая гамма. Даже хорошо знакомые фотографии начинают играть новыми натуральными красками. Единственное, что может доставить неприятности, так это непривычно высокое разрешение при небольшом физическом размере экрана. Некоторые приложения и сайты оказываются слишком мелкими для комфортной работы, а масштабирование не всегда приводит к корректным результатам. Тестовый экземпляр был оснащен процессором третьего поколения Intel Core i7-3517U с интегрированной графикой Intel HD Graphics 4000, 4 ГБ оперативной памяти и SSD от сандиск емкостью 256 ГБ. В данной конфигурации ноутбук набрал 5200 баллов PCMark 7, 1200 баллов 3DMark 11, а индекс производительности Windows составил 5,9 балла. От несъемного литий-полимерного аккумулятора емкостью 50 Вт-час ультрабук отработал 1 час 45 минут в режиме максимальной нагрузки и 8 часов 20 минут в режиме чтения, что весьма неплохо. В реальной эксплуатации особых претензий к ZenBook Prime не возникло. Нагрев ощутим в правой части корпуса, поднагрузка системы охлаждения становится голосистой. USB-порты на обеих боковинах позволяют не задумываться о том, куда именно подключать флешку. Хороша расширенная комплектация с чехлом, необходимыми переходниками и компактным блоком питания. Несмотря на минимальную толщину, корпус впечатляюще жесткий. Но наиболее приятные впечатления ожидаемо оставил экран с приятной цветовой гаммой и великолепными углами обзора, а также клавиатура с подсветкой. Asus ZenBook Prime X31A первый в мире ультрабук с качественной матовой IPS-матрицей с Full HD разрешением. Уже одно это выводит данную модель на недосягаемый для конкурентов уровень. Однако если этого вам покажется мало, обратите внимание на сверхтонкий металлический корпус, клавиатуру с подсветкой и честное 8 часов автономности. Субтитры создавал DimaTorzok